Это Кжельский государственный университет, наш медиа-центр. Новый состав, здесь есть и новенькие, и старенькие опытные. Ну, замечательно. Меня зовут Ольга Склянин, я главный редактор. Вот, у нас просто сегодня очень загруженный день, поэтому экскурсию с вами проведет Дмитрий Курунов. У нас ведущий корреспондент, кстати, выпускник тоже нашего университета. Несмотря на то, что эти ребята учатся на разных специальностях, это юристы, народный художественный промысел или даже социальная и культурная деятельность. Их объединяет одно – любовь к журналистике. Благодаря медиа-центру, который был открыт на базе университета в 2015 году, молодые люди уже пробуют себя в роли корреспондентов, операторов и монтажеров. На днях новый состав медиа-центра ГГУ приехал к нам в редакцию, чтобы получить новые знания. Знакомство с раменским телевидением началось с корреспондентской. Первое, что в новостях требуется от журналиста – это некоторая отстраненность. В новостном выпуске журналист не имеет права высказывать свою точку зрения. Он должен показать все стороны объективно. То есть, если есть две стороны вопроса, например, врач и пациент, то он должен показать мнение врача, мнение пациента, но свое мнение не высказывает. Ребята из медиа-центра изучили азы журналистики без посторонней помощи. Они сами готовят информационные сюжеты, которые потом публикуют в своих социальных сетях. Но пока еще студентам не хватает опыта. Поэтому они с интересом слушали советы профессионалов и практиковались в умении работать на зрителя. Этим пенсионерам возраст к лицу. Развлечения по характеру и уход по достоинству. Наша съемочная группа съездила в гости в Раминский комплексный центр социального обслуживания населения. Добрый день! С вами Ольга Черепанова. У нас в гостях Ксения Баркунова, студентка ЖЭСКОГОСУДАРСТВУНИВЕРСИТЕТА. Вопрос. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от экскурсии в Раминского целительства. Это очень интересно. И если бы не медиа-центр, я бы сюда не приехала. Я могу здесь узнать очень много нового, пообщаться с людьми, увидеть, посмотреть, прочувствовать все это. Также ребята не прошли мимо, пожалуй, самой уникальной работы на телевидении. Это старший специалист телеэфира. Вот все, что произведено коллегами, приходит в виде медиафайлов, которые транслируются на выпускающие оборудования, в эфир, в сети кабельные, онлайн-вещания. То есть это разные серверы, разные компьютеры, в соответствии с плейлистом, который вручную редактируется, естественно. Всю экскурсию ребята снимали на свою камеру, чтобы впоследствии подготовить свой репортаж. И, конечно же, как начинающие журналисты, ребята знают, что самый отличный способ сбора информации – это интервью, которое мы и взяли у ребят. Они поделились своими впечатлениями от экскурсии и в очередной раз убедились в том, что профессия журналиста – это их будущее. Для меня это очень такое интересное мероприятие было, потому что я увидел, как ведутся прямые эфиры, как работает вообще в принципе телевидение. Для нашего медиа-центра это очень необходимо, потому что надо ребятам развиваться, то есть понимать, как строятся сюжеты, как это монтируется. И вот для этого всего необходимо обязательно такие мероприятия. Мне лично все понравилось, ожидания довольно-таки оправдались, хочу сказать. Узнала для себя новые монтажные программы, узнала про журналистику побольше. Закончилась экскурсия на позитивной ноте. Ребята из медиа-центра выпили горячего чая и отправились реализовывать полученные знания на практике. Игорь Чернышев, Дмитрий Курунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».